Мы не верим никаким упованием. Мы еще раз заявляем, мы ни на кого не собираемся нападать. Мы просто реагируем на то, что происходит недалеко там, где-то в Газе, где Израиль бомбит мирное население, где уже десятки тысяч людей погибли. Тишина. Мы не вмешиваемся в эти конфликты. Мы смотрим за своей землей. И мы реагируем на то, что происходит рядом. Еще раз повторяю, 90 тысяч – это то, что мы знаем, сконцентрированы в наших границах. Кто из вас может стать и сказать, что из этих 90 тысяч завтра десяток тысяч меня атакуют нашу границу? Никто. Поэтому я, как главнокомандующий, принял решение на всех направлениях вероятных, мы эти направления знаем, выставлены батальонные тактические группы и наши военные несут, кроме пограничников, милиции, которая на границе, в службу по безопасности нашего государства. Вот и все. Будет тихо – хорошо. Будет и у нас спокойно и тихо. Если кто-то применит оружие против нас, мы ответим. Притом, мгновенно. Мы не будем рисовать никаких линий. Мы не Россия. В тысячи, тысячи километров. Там можно рисовать линии и чего-то ожидать. Россию, матушку, сразу не захватишь. А Беларусь, как показала последняя война, в течение месяца она перестала существовать. Сейчас будет еще быстрее. Поэтому никаких линий, никаких. Любая агрессия и ответ будет мгновенный. Многое сегодня говорят о ядерном и прочем оружии, которое применит, не применит этот Лукашенко и так далее. Послушайте, это оружие сдерживания. Это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет. Делайте отсюда вывод. Но самое страшное, что в понимании Запада Третья мировая война не является чем-то отвлеченным. И преподносится как обыденное. И вполне допустимое. Но вряд ли это нужно простым людям. Как у нас, так и в Европе. И других регионах планеты. Поэтому сегодня, несмотря на то, что я сказал только что, я хотел бы в очередной раз с этой трибуны от имени белорусского миролюбивого народа обратиться к народам ближнего, в том числе и дальнего зарубежья. Если ситуация подталкивает к этому, надо остановить обезумевших политиканов, не дать им шанса превратить все живое на планете в пепел. На все попытки устрашения Беларусь отвечает последовательной миротворческой позиции с политикой стратегического сдерживания. Мы учли ошибки начала Великой Отечественной войны. И больше не поведемся на обещание провокации, как я уже сказал, и забалтывание прямой военной угрозы. Как и советские солдаты, в далеком 45-м мы вместе с нашим союзником стоим на защите не только территориальных, но и рубежей нашей общей исторической памяти. Продолжение следует...